Порядка 50 тысяч государственных услуг было оказано в прошедшем году регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД. Из них более 80% в электронном виде. В РЭУ ГИБДД подвели итоги работы за год. Об изменениях в законодательстве, цифрах статистики и нововведениях журналистам рассказали на специальной пресс-конференции. В регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД немноголюдно. Уйти от бесконечных очередей удалось несколько лет назад, благодаря современным технологиям. Регистрация на портале госуслуг позволяет выбрать наиболее удобное время для посещения, прибыть в ГИБДД за 15 минут, провести процедуру по регистрации транспортного средства или получению водительского удостоверения. В режиме онлайн сейчас можно получить доступ ко многим услугам. Если при оформлении заявления возникают трудности, сотрудники госавтоинспекции готовы помочь. Для этого в здании ГИБДД работает специальный кабинет. Ежедневно здесь принимают до 20 посетителей. Здесь мы можем помочь гражданам осуществить запись на прием через портал государственных услуг. Если человек не может самостоятельно заполнить заявление, при заполнении заявления на регистрацию нового транспортного средства необходимо много обязательных полей заполнить. Бывают у людей трудности. Также бывают вопросы при постановке транспортного средства на учет, которое уже стояло на учете, то есть смена собственника. Там необходимо заполнить свидетельство о регистрации транспортного средства и госзнак с регионом. То есть бывают вопросы по вот этим поводам. Всего сотрудниками РЭО ГИБДД по итогам прошлого года было оказано более 49 тысяч государственных услуг. Из них более 40 тысяч в электронном виде. О важных итогах работы за год и изменениях в законодательстве журналистам рассказали на специальной итоговой пресс-конференции, которую провел начальник Магнитогорского РЭО ГИБДД Василий Андреянов. Посредством портала госуслуг реализована возможность подачи заявлений на прекращение регистрации транспортного средства в связи с продажей по истечении 10 суток после приобретения транспортного средства. То есть необходимости приходить в РЭО ГИБДД нет. То есть подается заявление в электронной форме, прикладывается либо скан, либо фото договора купли-продажи. И по истечению 10 суток на 11 регистрация без посещения РЭО ГИБДД, если как бы все поля заполнены, регистрация прекращается. Таких заявлений за год поступило около 1700, из них по 1200 регистрация прекращена. Еще одно важное нововведение. В этом году МВД вновь продлило срок действия водительских прав. В соответствии с постановлением правительства 353 от 12 марта 2022 года, срок действия водительских удостоверений, который заканчивается с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продляется на 3 года. То есть ранее было это по конец 2023 года, сейчас его еще раз продлили. Продлеваются водительские права автоматически, автопродление не касается лишь тех, у кого изменились личные данные, например, фамилия, чьи права повреждены и не дают идентифицировать личность, либо они оформлены на основании просроченных документов. Также в ходе встречи сотрудники госавтоинспекции напомнили о том, что в городе продолжают действовать мошенники, они придумывают все новые схемы обмана, поэтому горожанам необходимо проявлять бдительность. В завершении пресс-конференции представители ГИБДД поблагодарили журналистов в городских СМИ за сотрудничество, оперативность и качество подготовки материалов. Почетными грамотами были отмечены в том числе сотрудники телекомпании ТВН и газеты «Магнитогорский металл». Евгения Сылхудинова, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН.